Так сложилось, что тратить деньги мы начинаем гораздо раньше, чем зарабатывать, а сегодняшние дети быстро социализируются и рано знакомятся с цифровыми технологиями. Карманные расходы в виде наличных постепенно уходят в прошлое. Теперь дети, глядя на взрослых, тоже хотят платить банковской картой или с телефона и пользоваться мобильным банком. Что ж, самое время рассказать вам о релизе Почта Банка. Рады представить Почта Банк младший. Мы обратили внимание на то, что дети очень активно пользуются гаджетами и цифровыми устройствами. Они полностью живут в своих смартфонах, они ищут там любую информацию, они могут научить нас с вами. Давайте начнем разговаривать о деньгах с нашими детьми на их языке. Для гостей приготовили целое интерактивное шоу, где мы в режиме реального времени наблюдали, как установить приложение и сразу же начать им пользоваться. Тебе перевели 2000 рублей. Ты рад? А теперь немного о том, как все это работает. В основе продукта лежит виртуальная карта Visa, выпущенная к счету совершеннолетнего клиента, родителя. А далее родитель предоставляет своему ребенку доступ через отдельное мобильное приложение Почта Банк младший. Данную карту ребенок может привязать к своему андроид-смартфону для бесконтактной оплаты с помощью сервисов Android Pay или Samsung Pay. Дети от данного сервиса в восторге. Это очень удобно, потому что не надо собой таскать огромные кошельки, а можно просто телефон и расплатить. Мы сделали ставку на цифровизацию, на мобильные технологии, на приложения в смартфоне, именно потому что мы считаем, что так детям будет проще научиться пользоваться своими первыми деньгами. Используя Почта Банк онлайн, родители могут отслеживать операции и покупки детей, установить лимиты на максимальную сумму транзакций в день, в месяц или за одну операцию. И, конечно, контролировать те или иные действия, например, покупки в интернете или возможность перевода средств на карты других банков. Пока родители изучали приложения, дети не скучали. Они искали спрятанные стилизованные банкноты, которые потом можно было обменять на ценные полезные гаджеты. А еще Почта Банк и Национальный центр финансовой грамотности провели конкурс «Эссе» для детей и молодежи, приуроченный к 4-й Всероссийской неделе финансовой грамотности. Более тысячи участников из разных городов России написали небольшие рассказы о том, что для них означает успех и как построить благополучное финансовое будущее. Победителями стали ребята из Томской, Ростовской и Архангельской областей. Ну а мы гордо смотрим в технологичное будущее и поздравляем Почта Банк с запуском нового полезного сервиса для детей и родителей. Юлия Нагорная, Сергей Мажаров, Евгений Копосов, Банки ТВ. Юлия Нагорная, Сергей Мажаров, Евгений Копосов, Банки ТВ.